привет ребята это madcore и курс controlpaint.com и сегодня мы поговорим о прямых линиях и хотя эта тема может показаться неважной лично я считаю что умение рисовать прямые линии крайне нужно для того чтобы постичь основу рисования так что давайте посмотрим на различные способы которыми вы можете создавать прямые линии фотошопе и самый основной способ это выбрать кисть и просто нарисовать прямую линию работая локтем и плечом я не пользуюсь никакими механическими инструментами я просто рисую прямую линию от руки и это куда сложнее чем кажется у вас идет много времени на то чтобы освоить эту технику если у вас не получается не отчаивайтесь нужно заметить что под определенными углами рисовать прямые линии руки становится неудобно в этом случае можно повернуть документ и рисовать линии под удобным углом и в любой момент можно нажать escape и вернуться в начальное положение следующий вариант тоже использует инструмент кисть вам нужно кликнуть на страницу нажать shift и кликнуть в другой точке это все равно что по линейке соединять две точки как видите это очень удобная и быстрая техника но только сама линия обесцвечивается от начала концу и к сожалению если вы используете кисть с включенным параметром непрозрачности это обесцвечивание отключить не удастся ну к сожалению так работает photoshop иногда это очень раздражает так как приходится чертить линии туда-сюда туда-сюда чтобы она получилась одного тона тем не менее этот метод тоже имеет место быть и он более удобен в управлении чем рисование от руки следующий способ это использовать инструмент линия line этот инструмент находится под инструментом форма шейп вы можете указать вес линии weight которые определяют ее толщину давайте вот я укажу два пикселя и вот тут вверху есть две другие опции две из них векторные линии но я выберу третью то есть это все позволяет мне создать простую сглаженную линию я щелкаю и перетаскиваю курсор чтобы выбрать наиболее подходящее направление и затем отпускаю клавишу можно нарисовать сколько угодно линий смотрите вот они этот способ хорош по нескольким причинам во первых он очень удобен при рисовании длинных параллельных линий к примеру если мне нужно будет нарисовать параллельную линию от руки это будет довольно непросто чем длиннее линия тем труднее рисовать параллельную линию от руки поэтому я люблю пользоваться инструментом линия я выбираю начальную точку и могу настроить линию так чтобы она была визуально параллельной и когда я нахожу нужное направление то просто отпускаю клавишу и линия готова хотя это линия изглажена при увеличении становится видно что она слегка не ровная эти линии не обладают такой же ровной структуры как линии сделаны вручную поэтому линии сделал инструменте линия смотрится хуже чем линии сделанные кистью к тому же концы линии квадратные это особенно видно если вы рисуете широкие и толстые линии как всегда и у этого варианта есть свои плюсы а есть свои минусы поэтому этот инструмент я использую куда реже чем просто кисть но если мне нужны например длинные тонкие прямые линии то конечно я пользуюсь инструментом линия поэтому в итоге лучшие линии все равно получаются от руки этот самый сложный способ рисования поэтому я просто советую вам много попрактиковаться в нем суть проста рисуйте прямые линии попробуйте понять насколько длинные линии вы можете рисовать и какой угол наиболее удобен для вас можете нарисовать прямую линию вертикально а может быть горизонтально вы почувствуете что под определенными углами вам рисуется лучше и как только вы найдете свой угол то поворачивая холст вы сможете нарисовать любой нужный для себя угол если вы рисуете на обычной бумаге вам будет даже проще достаточно просто повернуть лист я ни в коем случае не хочу сказать что нарисовать прямые линии вы научиться это очень легко я считаю что всегда будет проще нарисовать карандашом прямую линию на бумаге чем сделать то же самое на компьютере в этом случае графический планшет всегда будет помехой но с другой стороны у цифрового рисования такие огромные возможности в нем есть то чего нет в традиционном рисовании например фильтр и другие опции поэтому я считаю что рисовать и создавать наброски на компьютере сложнее чем на бумаге вам все равно стоит освоить техники цифрового рисования если вам нравится видео кликните лайк в конце поста и расскажите обо мне своим друзьям спасибо за ваше внимание